там с панорамой было хорошим лет не знаю извините извините ничего не понимаю козел осталось четыре минуты до закрытия лечу в заходим это тут халли были мне тут в таможне нас на в таможне нахлобучили если это халли что-то как-то блин тяжело с этими немцами ребят всем привет пишу уже с германии пресса конечно было бы надо записать на родной земле но получилось так что экстренно мне нужно было ехать германию место моего помощника там у него горе в семье случилось поэтому поэтому очень быстро поменяли координацию движений для того чтобы выполнить обязательства но сейчас не об этом значит по ходу деятельности мы встретились киеве быстренько обменяли доллары на евро и взяли путь сторону скажем так государственной границы дальше один из можно сказать постоянных заказчиков потому что уже не первый автомобиль приобретает с нашей помощью узнал что я еду в германию и тоже очень захотел что он ждал именно поездки когда я полечу в германию договорились встретиться во львове он сам с харькова переночевали мы во львове он грубо говоря встретили его рано с утра в харькове и взяли курс на германию все было так сумбурно все было как-то так быстро бегом то есть за день мы доехали с украины до германии остановились гостиницы и вот уже через буквально полтора часа мы у нас уже будет первый осмотр чем закончится давайте посмотрим это один из трех выбираем их нами автомобили за эту поездку это skoda это skoda octavia автомобиль шестнадцатого года задача была следующая машина нужно было только на механической коробке этих автомобилей безлич но как бы это правильно сказать трудность заключалась в том что машина нужно было с электроподогревом сидений и вот здесь вот шансы на успех очень резко начали уменьшаться нужен был двухлитровый дизель нужен был универсал машина принципиально не светлого цвета желательно черная темно-серая темно-синяя в общем любая не светлая западло следующего характера договориться договорились приехали на время а дилера нет тут вообще вот грубо говоря и сто за моей спиной вот здесь вот конторка где находятся эти товарищи вообще в здании никого нет я звоню по телефону там телефон разрывается и никого нет во все двери а тут закрыто подождем посмотрим что из этого выйдет во всем этом есть один прикол вот тут вот есть один номер телефона и вот вот здесь ответил парень и говорит у меня на площадке руда все 15 минут буду ждем проблема этих автомобилей в том что их мало на механических коробках большинство из того что мы рассматривали они на автомате вот механики в комплектации с электроподогревом практически практически нету очень шумно рассматривать возле дороги везде все ровно пока смотрю сразу с прибором потому что сейчас дождь и под дождем смотреть это надо ее вытирать для того чтобы увидеть всякие переходы и все остальное ну пока ни одного крашеного элемента я не увидел да теперь точно нету что не ну то что она поднимается без рук я слышу что она жужит и поэтому туда понятно что она электрическая зато запаска недокатка вау вау даже свечной ключ ну да вот и здесь я бы мог уже подумать она все понял куда нет это не шторка для собак тут он нарисовано как этой херней пользоваться 3 кило я так ладно идем дальше так вот здесь вот где было причёс легкий чух так состояние конечно очень офигительно потолок чистенький все классно только за 12 но и не хочет отдавать дальше вы по бюджету не помещаемся так как лучше по болтам тут тоже везде все хорошо два ключа все классно за исключением стоимости в общем по стоимости мы не проходим поэтому мы шагаем дальше нам нужно так чтобы машина встала максимум с ндс ам с возвратом ндс а чтобы она получилась не больше 12000 лучше 11700 вот тогда у нас все получается а а здесь без возврата ндс а машина минимум обходится ну с 14000 он скинул на 12800 но из за 800 евро мы чуть-чуть не проходим поэтому едем смотреть дальше проехали 450 километров а это три диска говорит блин извините я думал белая машина я черную продал в тот же день там с панорамой было хорошим лет не знаю извините извините ничего не понимаю козел вчера не хотел рассказывать на эмоциях потому что ни к чему хорошему бы это не привело по сути чё имеем звоним дилеру говорим друг моему звонили еще находясь на родной земле находясь в украине моему звоним берем мы сейчас в украине мы хотим зарегистрировать черный автомобиль называем номер объявления называем комплектацию год объем стоимость окей парни машина за вами в резерве все ждем два дня пути выбор других автомобилей все время мы с ним поддерживаем связь все время говорим о том что мы будем мы есть да 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 машина в резерве все офигительно все классно приезжайте в итоге мы перед выездом еще раз даем о себе знать он говорит все нормально машина есть на месте приезжайте мы лупим четыреста с чем-то километров теряем один день приезжаем он показывает вот машина белая и мы немного в недоумении чё же произошло произошло следующее этот редиска продал автомобиль в первый же день и начал рассказывать нам байки легенды о том что мы зарезервировали якобы белый автомобиль я уже сильно не стал ему доказывать пускать записи телефонных разговоров всего остального в общем вчера я был реально очень такой злой но всякое бывает нет худа без добра или добра без худа едем смотреть следующий вариант он правда чуть-чуть вываливается за бюджет пятнадцатого года восемь сто одна тысяча километров 59 чуть-чуть дороговато потому как вылазим за бюджет но по месту уже будем смотреть как-то торговаться общаться искать недостатки машина хорошая машина интересная по крайней мере по фотографиям написано что она не было в дтп не было у нее большого количества владельцев за исключением одного то есть один владелец был этого автомобиля чё будет сейчас посмотрим машина мокрая времени мало поэтому смотрим чё да рука другого все нормально поэтому смотрим по толщиномеру ну так по плоскостям я не вижу каких-либо подкрасов но тем не менее с учетом того что сегодня пятница и сегодня надо определиться как минимум и сделать таможенный платеж для то чтобы долго не стоять на границе поэтому сильно долго рассусоливать не будем и будем смотреть максимально быстро так тут все хорошо значит по показаниям до 150 110 до 150 у этого автомобиля норма все что выше это все подозрительное нужно дополнительно осматривать так ну шоу отлично по салону сзади есть такие не очень хорошие штуки от покрышек но это все смывается потолок чистый царапины от ремня зажимы от детского кресла и зафикс запиленный то есть тут оно конкретно стояло даже заглушки не поставили обратно ни фига себе у него бумага о техпаспорт да? я там техпаспорт видел да да есть а понятно это фотография техпаспорта это вообще не ее документы тут куча техпаспортов 18 года это регистрация может быть семейная это не эти машины снимаю без табикама потому как разрешение на съемку я не получал ну снизу у нее полка крыла абсолютно ровная вот здесь тоже все чудесно никаких изгибов я ничего не вижу сейчас мы еще залезем сюда да нет там тоже все ровненько везде все циферки присутствуют никаких затыков я не вижу пока идет процесс прочтения автомобиля скажу внешне ну очень неплохо то есть пока я вижу что снималось крыло но я не вижу чтобы оно красилось то есть я не нашел следов того что накрасил зачем снималась хрен знает зачем снималась будем смотреть но аварийности я не увидел снималась и снималась так пошли по тесту видны вон легкие следы того что оно снималось вот по фарам не знаю зацепит камера или нет но когда сфотографировали увеличили увидели что это фара восемнадцатого года вот это вот фара тоже восемнадцатого года радиаторы у нее тоже сейчас попробую достать вон машина восемнадцатого года седьмого месяца сам радиатор имеем вперед заклепанный автомобиль подушки у нее шестнадцатого года все навесное шестнадцатого года за исключением вот передней части сложности по ремонту самого крыла я не видел я думаю что его просто тупо новое поставили так руль у нее не тиснение кожи видно со всех сторон биение как такового нету педальки педальки подпиленные не могу сказать они спиленные в хлам ручка аккуратненькая так кондиционер включен запаска или там клей клей должен быть у нее сейчас читаем если у нее активная это как на первого как-то захожу там в рядах продают нарезанную резину ну я то не идиот я вижу в смысле что повырезали смотри какая хорошая резина да какая она хорошая у нее уже вот ей все и алиса ты же ее нарезал да какой нарезал корт еще не лезет значит резина хорошая такое понимание что если ай 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 слетела диагностика сейчас еще раз запустим что то как то блин тяжело с этими немцами вроде бы договорились и приехали на другое место тут работает он до 17 30 а по факту по факту закрытая машина за которой мы приехали здесь на площадке ее нету ну то что и здесь нету это еще ничего не значит может быть кто то ее продает когда катается но сам факт того что мы приехали а никто нет и в этот раз акцентирую внимание что ни одного араба нам не попалось не турка не араба только одни немцы но как то как то как то нам не везет с этим дилер не отзвонился но он отписался ну в общем то сообщение приблизительно следующее спрашиваю друг мы приехали купить машину а тут все закрыто что нам делать типа я покупаю машины не не так я продаю машины каждый день но данный момент я в дороге я скиду ему ссылку есть ли этот автомобиль для того чтобы его приобрести да эта машина есть с 28 февраля сейчас у нас 20 февраля то есть машина есть но только через 8 дней какого хрена вообще не понимаю следующий следующий автосалон тот же автосалон и в германии я посмотрел 8 штук вот уже в принципе этот автомобиль сразу хочу сказать что эта машина где то стояла и стояла она ну довольно долго на ремонте значит крылья у нее тоже снимались что у нее с капотом капот у нее тоже снимался сейчас мы быстренько ее вот это крыло окрашенное это нет это нет это нет это нет лобовое шестнадцатого года правой передней двери стекло шестнадцатого года еще раз скажу так это шестнадцатого это шестнадцатого это сейчас 12 часов дня что колокол так лупит значение до 150 на этом автомобиле в принципе норма от 110 все что выше это уже реальное сомнение так здесь хорошо спереди справа она имеет историю а еще и дверцы под подозрением на двери не тоже крашеная дверь тоже малеванная стоимость 16 410 но эта машина это старая цена он объяснил новая цена этого автомобиля тринадцать девятьсот 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 визуация первого шестнадцать первого восьмого она может быть она и выпуска шестнадцатого но все равно имеем она лупленная вперед был судя по тому что фары здесь тоже меняные и фары меняные и бампер здесь не родной ну в смысле как не родной но тоже дело на эта машина тоже дело на это объясняет что она так долго стоит крыло здесь новое ставили да крыло не рихтованное но оно украшенное миненое так так же все сухое нигде ничего не течет так все сухо комфортно что у нас там что у нас там тут тоже ничего не течет и тоже сухой мотор ну мотор у нее классный мотор у нее сухой так что у нас ремень у нее плохой бля как-то хреново он запустился предыдущий запускался лучше ну такое все менялось по пробегу а на 90 тысяч у них все меняется ремни ролики но этот двигатель работает хуже и работает херово и запускается хреново ну вроде ухоженный вроде а тут еще рейка стучит а и в попу печет так выключать выключать бегом выключать с обогревом у шкоды конечно все отлично все хорошо оно нагревает довольно быстро ага у нее активная ошибка цепь датчика регулировки турбонаддува компрессора короткое замыкание то есть датчик здесь ушел в страну потерянных вещей но это еще не все я так понимаю но это активная ошибка то есть для того чтобы машина поехала нормально и этот датчик надо поменять хорошо что делаем звоним ему спрашиваем есть ли НДС на ту машину да есть НДС на ту машину и пусть еще уступает по цене в общем было принято решение возвращаться на удачу потому что мы чуть-чуть по цене тоже не пролазили так амортизаторы сухие днище обработанное сейчас я быстренько сзади ее гляну так с этой стороны у нас что с этой стороны тоже все сухо двигатель всегда в этой мухе я больше под передом не рисую да здесь ровненько хотя каким-то маслом обработано так здесь тоже все хорошо здесь новенький и здесь тоже ровненько передняя часть усилитель тоже новый поставили бампер да устроитель бампера стоит новый ай 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 ну сделано хорошо вот сделано вот дают этот автомобиль за 13 тысяч 300 евро с ндс дешевле просто не хотят мы чуть-чуть не вмещаемся тоже сейчас будем дальше пробовать общаться осталось 4 минуты до закрытия лечу заходим сейчас будем оформлять а что писать на эмоциях да на эмоциях ну в общем ситуация в следующем машину то мы оформили вот стоит на номерах все хорошо все замечательно но в цоль амп мы не успели вот соответственно если мы не оформим экспортную декларацию ндс нам никто не вернет поэтому мы тут залипли еще на два дня очень спешили очень старались сделать так чтобы этого не было но видать кому-то нужно чтобы я еще остался в германии и в очередной раз моя семья не увидит меня дома что крайне прискорбно и печально но это издержки профессии если можно так сказать от которых лично я не восторг проехали мы на этом автомобиле уже практически 1300 километров и по моему больше 400 из них это было по дождю и в общем-то автомобиль сухой чистый классный комфортная я еще и свой под шумок помыл имеется ввиду под дождем потому как заезжал я грязный что поросенок а теперь машина у меня чистая классная комфортная сразу хочу рассказать несколько слов о машине пока мы еще не доехали до границы до таможни потому что потом начнется там движение уставшие все остальное этот экземпляр примечательный тем что он был куплен у дилера да здесь есть окрасы здесь меняный капот меняное крыло меняный бампер но я ничего не имею против ремонта я имею не очень хорошее впечатление опыт общения с автомобилями у которых есть плохой ремонт здесь конечно шумоизоляция не на высоте но в общем и целом к этому автомобилю претензий минимум к автомобилю как таковому из положительного это то что этот автомобиль с первых дней и до последних обслуживался на дилере то есть на все его 99 тысяч есть все записи что он заезжал что он был именно на сервисе и не только в самой сервисной книжке а именно выписка с с дилера что делали когда делали даже я попросил выдать мне что ремонтировали потому что ремонтировали переднюю часть после небольшого удара тоже именно на дилере здесь имеется ввиду на этой машине было легкое ДТП ну как легкое по словам дилера этот автомобиль сбил какое-то животное какое ну то собаку или что-то еще ну что-то не мелкого грызуна какого-то потому что от мелкого грызуна не получилось бы поменять три радиатора здесь под замену пошли три радиатора передний усилитель бампера сам бампер помененный помененные фары вот следов того что тянулся лонжером я не увидел причем ни один ни второй я рассматривал эту машину снизу дилер любезно согласился показать эту машину снизу что бывает далеко не часто но он сказал честно таких как вы покупателей у меня еще не было хотя чувак там с большим нормальным опытом имеет этот автомобиль уже на данный момент сто одна тысяча а так мы уже больше на нем проехали чем 1200 мы уже на нем 1300 километров проехали я что думал что 1200 против ветра да еще и под горку этот автомобиль потребляет ну грубо говоря 9 литров солярки практически 9 8 я бы сказал дальше по стеклам стекла здесь все родные подушки в заказ нарядах я не увидел что были меняны а выдали мне все заказ наряды по ремонту этого автомобиля по кузовному и самое хорошее из всего этого машина шестнадцатого года была куплена за 10 тысяч восемьдесят четыре евро ну на самом деле оставили денег чуть чуть больше после того когда машина встанет на регистрацию дилер возвернет денежные средства и по итогу этот автомобиль обойдется покупка в десять тысяч восемьдесят четыре евро а сколько будут таможенные платежи я уже скажу в конце когда мы растаможим этот автомобиль пятнадцати часовые ожидания скоро увенчаются успехом вот наша надпись на десять ноль девять это уже время прохода то есть сейчас загорается зеленое и мы едем на таможню общая стоимость таможенных платежей составила три тысячи семьсот с чем-то евро машина по факту обошлась в десять тысяч восемьдесят короче десять сто стал автомобиль ну и доставка там чуть меньше тысячи это со всеми услугами со всем остальным пятый автомобиль с нашей помощью этот парень приобрел и растаможил ну а с вами был Николай Тарануха Киев компания 1 авто всем удачи на дорогах всем пока пока удачи 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 а удачи